меня тут даже студия своя образовалась что там отражает от стекла вы видите кто видит мы live live что ж такое все хорошо у нас привет да у меня своя появилась интерактивная студия я могу с вами общаться кто live привет всем привет как дела как выживаете что нового привет привет только что вам записала маленькое сообщение ссоре про свое желание чтобы я хотела для вас сделать дальнейшем для вас для других людей и так скажем то что я понимаю то что я знаю чем я могу поделиться цвет волос да спасибо что нового у вас у меня все прекрасно вот наконец занялась интернет-блогом своим слава богу господи сколько времени прошло наверное время настало привет это лиля жена кирилла джаз-кафе рада тебя видеть твои привет лилечка как дела у вас где в москве где вы сейчас обитаете я сейчас в москве кстати для тех кто но встречаться вряд ли получится потому что ужасная тро ужасный трафик я ничего не успеваю я не успеваю перемещаться в некоторые вообще в одно такое место перемещаюсь за день и это все на этом все заканчивается расскажите мне как у кого дела уже сто лет ни с кем не разговаривала я в селе бывший муж британец а я в минске шансы на алименты ноль надо было надо этим заниматься дорогая моя всем надо заниматься не могу тебе сходу сказать ноль не ноль двое детей знаешь это тоже большое дело трафика туда да да мы тут сейчас это вы не специально на самом деле установили установили как прожектор в нем должны идти слайды даже есть экран как только я увидела прожектор просила пожалуйста направьте его на меня потому что я так здесь так темно ничего не видно меня не видно люди меня не увидят наконец-то мы можем поговорить нормально вот почему с мужем расстались ну вот так случилось так какого лучше адвоката британцы ли ручного ручного адвоката лучшего смотря в какой юрисдикции будете делами заниматься как ваша дочь я хорошо моя дочь в на каникулах она сейчас по или полетит отдыхать с папой как бабушка бабушка хорошо надеюсь заеду к ней скоро русского для русского права нужен русский адвокат для английского права нужен английский адвокат если не понимаете английский язык на языке права то есть специальный язык существует можно найти русскоязычного адвоката которые знают британское право где больше нравится жизнь там или в москве живу я там посещаю я москву москву я люблю это мой любимый город лондон это город которым я сейчас живу ой да потому что школа с машей погребняк общаюсь буквально позавчера с ней переписывалась ваше сердце свободно мое сердце свободно то свободно но я счастлива дискуссия же про развод в англии верно до дискуссии про развод в англии меня был развод в англии да мне все равно понадобились русские специалисты для того чтобы понять некоторые детали вот поэтому я идею такую вынашивала что пройдя все эти годы судов и так скажем борьбы тяжелых испытаний накопился опыт для того чтобы помогать другим людям я не юрист сама по образованию но я знаю как это все случается и что бывает как адвокаты обманывают как время затягивают как им невыгодно то чтобы человек вышел из конфликта помогала помогала и мне помогали в итоге вот прошла я так скажем суды и начиная от семейного корпоративный суд по поводу репутации но он как начался так и закончился криминальный суд я тоже проходила и это было все в газетах можно открыть дэйли мэйл индепенденц т таймс по телевизору в общем это все было грязно некрасиво лучше услышать это из моих уст и и те кто действительно нуждается в какой-то помощи пожалуйста не затягивайте а пишите людям независимым и задавайте любые вопросы в любом случае помогут ответит в я готова на это настроено и просто мне очень хочется поделиться своим опытом удачным поскольку я все выиграла с моей командой очень приятно открытая девушка большого счастья и удачи спасибо вам и вам большого счастья и удачи и чтобы все было ровно гладко и позитивно у нас у всех криминал в чем был ну вот откройте газету the times последние фамилию мою туда напечатайте и там весь отчет будет конечно верить этому нельзя если кому интересно я расскажу действительность так как было но это долгая история это не для life и я не думаю что всем будет это очень сильно интересно вот хотелось бы от вас услышать вам все хотелось бы услышать за долгая история я просто только что записала так скажем мои блоги надеюсь что вам понравилось тут же вышла в лайф чего я не делала уже миллион лет адекватно готова общаться на любые темы задавайте вопросы только давайте определять тему так скажем одну они на все подряд потому что на все подряд мне будет очень неудобно отвечать вот так вот прям и никто ничего не заметит и никто ничего не поймет вот скажите мне кто где в москве бывает вот вот что мне интересует расскажите кто кто куда ходит что здесь кто где был что сейчас самое модное потому что я рассказывала про лондон а вы мне расскажите про москву пожалуйста я в москву не навсегда я в москву в гости и по делам почему больше не общаетесь с кристиной риторический вопрос просто не общаемся так случилось жизнь нас развела и больше не общаемся чем в москве занимаешься ну вот мои истории надо смотреть stories ногти волосы все то что касается красоты все что касается докторов каких-то если нужно там посетить кого-то докторов проверить все здесь все в москве и в лондоне не советую этим заниматься намастером индия сэндин дилов фрум смайл хаинди хай лавью индекс или а если спикинг и жив в самоде власти спик он english не открыли канатку в москве все очень красиво да канатку кстати видела мимо проезжала диким бегом в куда-то там в другое место навстречу видела канатку покататься на ней естественно я не успела вот живу я не в центре сейчас да у меня дом но за городом живу за городом вы лучше чем кристина вы как-то откровение честнее чем она ну как есть так есть мне нечего скрывать ребят на самом деле то что там обманывают и врут на на наших федеральных каналах большинство людей вы это знаете сами и не по заслышке может быть и время мне сходить куда-нибудь туда лицемеры англичане ой лицемеры невозможные они будут тебе в глаза рассказывать пыль бросать лишь бы ты только там не знаю ему чтобы ты смотрел на него с открытым ртом ну понятно что никто не будет я вам так сочувствую живу в германии просто караул что касается ухода с собой вот вот правильно все говорят вот поэтому мы приезжаем в москву в москве конечно это все можно сделать быстро качественно и то что ты хочешь сделать а не то что они тебе хотят как они видят не советую делать за границей никакие бьюти процедуры не советую уже сто раз говорила действительно вот ну как я ничего с собой делать не хочу я и так себе нравлюсь пусть говорят страшная я не страшная красивая некрасивая вот я себе нравлюсь такой какой я сейчас есть какая есть любите остыженки какие любимые районы москвы местам у меня любимый район улица третяковского метро третяковская улица полянка так как я там жила очень долгое время в переулках на старом монетном переулке прямо рядом с третяковской галереи это одно из моих самых любимых мест там проходит речка ялза на ней вешают замочки люди эти love love chains очень романтично там первый раз мы первую первую квартиру сняли с моим супругом там начали жить там в общем до сих пор у нас есть квартира просто она сейчас сдается а так какие еще места серебряный бор обожаю конечно то место где родилась за москворечье я обожаю метро каширская царицына там где я провела свое детство вот так как то так хотите еще замуж как пойдет жизнь на самом деле штамп в паспорте для меня у меня уже был у меня нет того комплекса что я какая то никогда не была замужем у меня есть у меня был муж официальный поэтому комплекса нет а жить с кем-то душа в душу как моего драгоценного soul mate как это говорится конечно хочу тогда давайте выдавайте адрес очки красоты адрес очки красоты волосы делала в ультра hair ультра hair называется по моему я в stories выкладывала вот там качественные волосы и очень быстро и удобно ногти я делала в салоне лены ленины правда это не ее личный салон а ее как-то один из в торговом центре капитолий на ленинском проспекте хорошо делает но хорошо делает один единственный мастер забыла тоже как ее зовут написать мне надо в личку я отвечу ребенка еще одного хотите хочу но от кого сами понимаете об от кого не хочу кто вы по гороскопу я скорпион но не страшный скорпион я милый добрый скорпион и совсем мой характер не похож на настоящего скорпиона но страстный очень страстная женщина а что делая с волосами кератин ботокс ну я покрасила во первых удалила желтизну всю которая у меня была ужасная желтизна сейчас это вот не первая свежесть и не сразу после мытья они будут все блестящие делала ботокс для волос но один раз этого недостаточно но в принципе у меня волосы достаточно хорошие сами свои но они тонкие поэтому они не вырастают такие длинные и как сказать густые не получается никогда не получится это генетика и ничего тут с этим не поделаешь такая искренне открытая раньше думала что ты злюка хм нет я не злюка бываю злюкой но тогда я в эфиры не выхожу общайтесь с Олесей Малинской Марией и Ольгой Ибрагимова Марией Погребняк общаюсь Олеся Малинская изначально никогда моя подруга не была видела но не общаюсь Ольга Ибрагимова нет но Мария Погребняк да одна из моих подруг с которыми мы были все время вместе в Лондоне пока она жила в Лондоне но практически каждый день проводили вместе дети вместе в школу младший сын Марии такого же возраста примерно как моя дочка Виктория добрый вечер очень приятно мне тоже поэтому я конечно если мне нужно что-то и я надеюсь что мы увидимся и в Москве и пообщаемся сходим куда-нибудь вот у нас скоро концерт Ольги Бузовой намечается у моего друга в клубе поэтому меня туда приглашает он вот и я туда пойду процедуры и лицо лицо значит мимика лица у меня всегда отсутствовала то есть сюда и никогда ничего не колола то есть максимум что я могу делать это вот так но это ничего это нормально что я делала я делала ну чуть-чуть губы ну чуть-чуть филлер даже не очень сильно много но я больше не стала а не ходите подождите не ходите на Бузову да я не к Бузовой иду я иду к своему другу я не говорю про ее творчество там у меня вообще но комент я иду к своему другу который арт-директор клуба айкон сто лет уже его не видела и хочу его увидеть и кроме как сходить на эту ночь с Бузовой у меня просто больше не будет времени поэтому мне придется пойти и посмотреть и послушать мне на самом деле интересно а почему я никогда вживую ее не видела давайте обсудим я считаю что она молодец конечно ее пение это спорный вопрос но в целом она молодец как развивает свою дочь очень приятная девочка да Бузова пустышка мужайтесь даже кот мой замяукал вот слышите не хочет чтоб я шла на Бузову аааа как не хочет ааааа не хочет ладно давайте к другим темам вы очень приятная в общении спасибо где лучше одеваются в Москве или в Лондоне аааа считаю что в Москве считаю что от человека зависит в Лондоне просто не одеваются а ходят в чем попало в чем попало зимой в тапочках сланцах когда минус пять это нормально но есть очень стильные люди соответственно которым нет претензий хотелось просто узнать какие вы процедуры делаете в Москве и где спасибо делаю делала химический пилинг лица сделала еще сделала такими как иголочками штучку как мезотерапию делаю лазер но это я делаю в Лондоне потому что здесь нет времени вокруг носа места лицо я не меняю особенно потому что когда щеки мои вот детские эти щеки ушли у меня действительно на самом деле свои очень большие скулы ну как такие и да что ж такое он прям ко мне рвется он тоже хочет интервью наверное он в эфир хочет кот мой и глаза это действительно это мои глаза это мой цвет глаз темно-зеленый вот не темно-зеленый зеленый это здесь просто так смотрится зеленый цвет глаз у меня зубы мои собственные все не люблю я это сильный пластик-фантастик поэтому меня много людей ругают сейчас я закончу свою мысль что страшное что-то еще но поверьте мне если нравишься себе такой какая ты есть и ты видишь в зеркале себя и тебе нравится твое отражение это отлично если что-то не нравится вперед вперед я ничего против пластики не имею но чересчур есть чересчур и это видно если не секрет сколько вам лет в википедии там написано давайте сюда котейку не 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 он сейчас убежит в окно это будет потом всю ночь его ловить я не готова пасты регата ёршики красивые зубы молодец паста отбеливающая все пробовал отбеливание несколько раз но все равно цвет возвращается назад вот какое отношение в англии к мэган маркл очень интересно вы красотка спасибо мэган маркл англики ее не любят считают что это совершенно она дошла она то есть королева делает такой как бы реверанс людям кто переехал в великобританию там скажем темного цвета кожи индийского цвета кожи чтобы в королевской семье присутствовал кто-то темнокожий так скажем она мне лично она импонирует честно сказать я сама лично видела харри я знаю что он с обычной простой девушкой бы жить не стал ему нужно движение ему нужно страсть ему нужно что-то интересное он тусовался много раз тусовался вместе с в одной компании там где были была моя компания и он любит таких девчонок я считаю что она ухватила просто звезду с небес из то что у них будет сейчас ребеночек это прекрасно ну королева просто следует веяниям так скажем политическим веяниям веяниям моды веяниям того что она уже не могла не впустить свой клан темнокожего человека было невозможно поэтому вот так меган маркл мне нравится многим не нравится абсолютно там нет нейтрального мнения либо да либо нет все классно делали лазерную эпиляцию действительно навсегда убирает волосы в нужных зонах делала нет не убирает навсегда не верьте все это бред на темных волосах она еще уходит на светлых волосах так как я блондинка все возвращается обратно и это все равно нужно повторять постоянно платить за это больше делать я не буду ваш гражданство великобритании у меня гражданство российской федерации пока что будет когда я подам я могу подать на гражданство великобритании два гражданства будет два гражданства кем вы работаете так скажу работаю мамой а работаю на себя то что я делаю понять будет трудно и объяснить будет очень сложно и не интересно я закончила бизнес школу по специальности equity portfolio management где учат торговать акциями покупать продавать в общем я продавец и покупатель так восстанавливается просто нужно повторить лазерную эпиляцию правда расскажите о чем вы мечтаете к чему стремитесь вот я как раз выхожу в эфиры с вами и делаю для вас блок для того чтобы понять какая же действительно моя мечта я немножко запуталась изо всех этих судов изо всех этих разборок я немножко запуталась мне нужно понять какая у меня мечта и к чему я иду дальше потому что сейчас у меня все 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 хорошо но мне нужно идти дальше и я хочу помогать людям я хочу быть полезной я хочу создать свою компанию по так скажем как комплексная помощь в сложных ситуациях в стрессовых ситуациях с помощью которой женщины мужчины в принципе люди выходят из каких-то конфликтных ситуаций в семьях вот что я сама не не юрист не психолог но я сама просто через все это проходила и поэтому для меня это наиболее так скажем я знаю все во многих направлениях и мне эти знания хотелось бы применить вот это пока изначальная моя идея поэтому я выхожу в лайв поэтому я записываю видео поэтому я пытаюсь понять что интересно людям что неинтересно как люди реагируют у кого какие проблемы у кого что происходит что я могу сделать в чем собственно моя сила будет заключаться и как я могу в общем это популяризировать нужно ли мне на телевидении не нужно ли мне на телевидении то есть огромное количество вопросов самой к себе что у вас за суды разъясните пожалуйста суды закончились ребята и поэтому я могу спокойно говорить о них свободно судов больше нет был развод благотворительность я занимаюсь но просто я об этом не кричу направо и налево что я занимаюсь благотворительностью я понимаю я помогаю детям из оккупированных территорий луганска и донецка до сих пор просто я на показ это не выставляю погода сегодня снег шел в москве как ваш суд в москве нет суда в москве у меня это все вранье спасибо не знаю ни о каком суде в москве странно почему меня не оповестили до сих пор потому что это сложно спасибо за ответ да где я сейчас живу в доме за городом в большом доме охи ребята я то что то так уже устала я так рада с вами пообщаться вы думаете я вам закинула удочку я буду часто выходить в эфиры темы будут совершенно разные единственное что мне очень нравились спасибо у вас есть спонсоры сама тянет сама все тяну папа дочки живет в англии да и я живу в англии я посещаю россию смотрите я буду выходить в эфиры знаете тема туфли платья сумочки все классно здорово люблю и обожаю но давайте подумаем над темой которая была бы актуальна для всех нас интересной новой актуальной которую бы мы могли действительно развивать помогать людям делать компанию большую сделать свой может быть даже как международный бренд и в англии и в россии и на этом мы могли бы на самом деле развиваться развиваться очень серьезно ван артур вышел я вижу на связь недвижимость туда занимаюсь недвижимостью на себя занимаюсь недвижимостью женский клуб когда люди помогают друг другу с помощью специалистов как выйти из самых сложных и тяжелых непредсказуемых ситуаций вот не то что как удержать мужа потому что если муж хочет уйти он уйдет как бы вы его не удерживали чем бы вы его не удерживали а как же счастлива самой как сделать так чтобы люди вокруг тебя тоже были счастливы это очень важно об этом мы будем с вами общаться дальше дальше и дальше до общаюсь с родственниками москве не волнуйтесь женские имена прекрасным именем последний вопрос возьмите меня в клуб клуб еще не создала я создаю я только начинаю кто будет первый со мной тот будет первый со мной и надеюсь что надолго вот кто сейчас сейчас в артур присоединился он знает мы с ним работали очень много лет я своих людей не бросаю не оставляю и так просто не расстаюсь поддерживаю вот про имена про все остальное давайте поговорим завтра честно смотрите между глаза поздно уже и завтра понедельник понедельник меня высшее образование высшие и почти мастерс возьму всех давайте давайте сначала интерактивом поймем что как мы начнем пишите пишите пожалуйста пишите как можно больше в личку своих пожеланий своих мыслей в личку под моим постом под моими видео я все читаю я все смотрю и мне это поверьте очень важно я всех вас люблю целую спокойной вам ночи